После неоднократных переговоров с бабушкой, с дедушкой, нам все-таки открыли дверь. Но они бывшую сноху не признают, они говорят, неадекватные, она за ребенком не смотрит, не ухаживает за ним. Но все-таки мы отобрали и передали матери. Как вел себя в этот момент ребенок? Ну, как бы он плакал, расстроился. Ну, видать, то, что много народа, все-таки полиция, все в форме. Он как бы плакал. Ребенка два года, он расстроился. Сколько человек участвовало в этой операции из правоохранительных органов? Ну, совместно с нами было 10 человек. 10 человек, то есть это же полиция? 10, совместно с полиция, неведомственная охрана была, сотрудники ПДН были. И вот как бы совместно с ними, с переговорами, передали ребенку все-таки матери. Сам отец ребенка не объявлялся к вам? Сам отец не объявлялся, он не присутствовал дома. Настя рассказывала, что они и ребенка закрыли, да, в комнате? Ну, да, они закрывали ребенка в комнате, как бы не впускали. В конце, когда уже как бы ребенка передали матери, они не отдавали одежду, потому что наш сотрудник, судебный приспосполнитель, передавал, даже отдавал куртку, чтобы как бы укутить ребенка. Ну, в конце концов, они отдали и одежду, и обувь, как бы ребенка все одели, там, вещи все отдали матери. Ребенок когда увидел ее, он ее не признал? Ну, как бы, да, ребенок не признал, потому что она, Анастасия Александровна, как бы к нему обращалась, там, объясняла, что это она его мать. Ну, как бы, ну, ребенку два года, и то, что ребенок не видел ее более полугода, как бы, конечно, наверное, скорее всего, ее забыл уже. Ну, надеемся, чтобы все хорошо. Когда мы приехали, начали стучаться, они не открывают. Говорят, пока, якобы, приставы не уйдут совсем, они там, ну, и следователь не выпустят. И то есть это где-то продолжалось, наверное, в течение получаса, наверное, они его не выпускали. Внутри его не взламывали? Нет. Ну, как бы, уже планировали.